В эфире программа события в студии Павел Баймаков. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Полсотни обвиняемых в Самаре судят банду черных риэлторов. Сама себе детектив. Жительница Самары помогла раскрыть тяжкое преступление. За долги, под арест. Как борются со злостными неплательщиками транспортного налога. Чистота, залог здоровья. В Самаре впервые за 40 лет реконструируют городские очистные канализационные сооружения. В одном шаге от Евровидения. Жительница Самарской области в финале национального конкурса. Банду из 48 черных риэлторов сегодня судят в Самаре незаконным путем. Они присваивали себе квартиры. Жертвами обычно становились пенсионеры и люди, ведущие асоциальный образ жизни. Преступное сообщество состояло из нескольких групп, каждая из которых четко выполнила свои функции, а потому 4 года все работало как часы. Следствие по этому громкому делу длилось более двух лет. Что грозит, обвиняемым знает Валерия Макарова. Заседание по делу черных риэлторов должно было начаться в 9 часов утра. Но для того, чтобы собраться всем участникам процесса, потребовалось 2 часа. Дело беспрецедентное. Только обвиняемых 48 человек. Плюс 50 адвокатов и 39 потерпевших. В здании суда просто не нашлось такого зала, чтобы вместить всех участников. Поэтому заседание перенесли в культурный центр МВД. Ущерб от действий преступной группы оценивают более чем в 90 миллионов рублей. Он связан с жилищными махинациями. Дело обещает быть громким и долгим. Помещение с решетками – необычная декорация для концертного зала. На скамье подсудимых – те, кого подозревают в мошенничестве, подделке документов и участии в организованном преступном сообществе. Более 40 человек – это уже большое количество. Также надо понимать и тяжесть совершенного преступления. Дело расследовалось более двух лет. Поэтому, да, дело очень масштабное. В связи с этим была создана группа гособвинителей. По версии обвинения преступная схема работала 4 года. Почтальоны и соцработники искали одиноких пенсионеров и алкоголиков. К ним сначала втирались в доверие, а после вывозили подальше в область. В это время риэлторы оформляли жилье на себя. Проворачивать сделки без участия собственников им помогали сотрудники рекпалаты. Незаконно полученные квартиры после перепродавали. Они продали мою двухкомнатную квартиру, купили мне однокомнатную. Однокомнатная оказалась наследником. Все это в конечном итоге всплыло. Гражданские суды, естественно, на стороне этого наследника. А мы оставили без всего. У меня была похищена квартира в Самаре. И на эти деньги куплен бомжатник, принадлежащий Тюменцевым в Нефтегорском районе. В селе Утюжков, в который возили таких же жертв, опаивали, забирая квартиры в Самаре. По материалам дела, черные риэлторы завладели тремя десятками квартир законным хозяевам. Пока вернули только половину из них. Преступный бизнес, по версии следствия, организовали известные в Самаре риэлторы Ирина Тюменцева и Оксана Пименова. Мы настаиваем на том, что вина Тюменцевой не доказана. Мы будем настаивать на постановление оправдательного приговора, безусловно. По делу допущены многочисленные нарушения норм уголовного и уголовно-процессуального закона. Мы полагаем, что в данной ситуации приговор в принципе не может быть постановлен. По прогнозам обвинения, рассмотрение этого дела продлится не меньше девяти месяцев. О зависимости от роли каждого в преступной группе подсудимым грозит до 30 лет лишения свободы и крупные штрафы. Валерия Макарова, Григорий Пешаков. События. Благодарственное письмо, коробку конфет и ценный подарок полицейские вручили женщине, которая помогла раскрыть тяжкое преступление. В одной из квартир дома, где живет Елена Петри, было обнаружено тело мужчины, который при жизни злоупотреблял алкоголем. Елена видела, как двое пьяных мужчин выносили из подъезда телевизор, после чего скрылись на автомобиле. Госномер машины она сообщила в полицию. Это и помогло раскрыть преступление. Злоумышленников задержали, а наблюдательную горожанку поощрили за активную гражданскую позицию. Елена Петри, мать твоих детей, сейчас ожидает третьего. По ее словам, сообщить в полицию номер машины преступников ее подвигло материнское чувство. Она испугалась за своих детей. Я считаю, что каждый человек должен охранять свой дом, свою семью, и только так мы сможем оберегать всех, кто радует. Я живу с детьми, если будут ходить такие люди там постоянно, то это очень неприятно, даже смотреть детям на это плохо. Преступники установлены, они арестованы. В настоящее время идет расследование данного уголовного дела. Именно благодаря активной жизненной позиции этой женщины, Елены Алексеевны, удалось раскрыть в кратчайшие сроки это тяжкое преступление. За неуплату налогов автомобиль под арест по транспортному налогу жители Самарской губернии задолжали в бюджет более 2,5 миллиардов рублей. К чему приведет отказ от добровольных мер по погашению долга, узнавал Андрей Горгуленко. Этот мужчина, пожелавший остаться инкогнито, по словам налоговиков, несколько лет игнорировал свой гражданский долг, равно как и предупреждение фискальных органов. В итоге за недоимку по транспортному налогу у него арестовали автомобиль. Судебные приставы говорят, имущество еще можно вернуть, нужно только все возместить. Если он предоставит квитанцию об оплате задолженности по исполнительному производству, данный автомобиль он может свободно забрать в связи с окончанием исполнительного производства, фактическим исполнением. У налоговиков и судебных приставов все злостные неплательщики на заметке. Как правило, за долги по налогам им ограничивают выезд за границу, арестовывают имущество и банковские счета. Дабы не доводить до такой ситуации, просим налогоплательщиков ответственно отнестись к своим обязанностям. И в дополнение хочу сказать, что срок уплаты налога за 2015 год у нас до 1 декабря 2016 года. Если вы не хотите расстаться со своим имуществом, сотрудники налоговой инспекции настоятельно рекомендуют платить вовремя. Ведь способов воздействия на должников с каждым годом становится все больше. И меры действенны. Только в первом полугодии 2016 года должниками добровольно оплачено 345 миллионов рублей. Сейчас в судебных органах на рассмотрении находятся 74 тысячи дел на общую сумму почти в 1 миллиард рублей. С должников спросят по всей строгости закона. Арест автомобиля как крайняя мера. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. А вот на фондовых рынках понедельник прошел позитивно. Подробнее расскажет наш экономический обозреватель Лариса Шалафаст. Здравствуйте. Мировые цены на нефть в понедельник растут, отыгрывая сообщения о возможном проведении в сентябре новых переговоров о заморозке уровня нефтедобычи странами-членами ОПЕК. Сегодня за один баррель черного золота дают 44 доллара 78 центов. На 8 августа курс доллара США понижен госрегулятором и остановился на отметке 65 рублей 56 копеек. Курс евро 73 рубля 3 копейки. Золото стоит 2872 рубля, серебро 42 рубля 68 копеек за грамм. В самарских банках дешевле всего доллар сегодня покупали за 63 рубля 72 копейки, продавали за 68 рублей 48 копеек. Ну а пока самарцам больше по карману, пожалуй, китайский юань. Курс на сегодня всего 9 рублей 87 копеек. Если и хранить деньги, то лучше в драгоценных металлах. По оценкам экспертов, именно они признаны самым выгодным вложением по итогам месяца. А вот продавать недвижимость в ближайшее время не советуют, особенно вторичное жилье. На этом все. Удачи в делах. Чистота – залог хорошей экологии для комфорта жителей Самары, для сохранения хорошей экологической обстановки в регионе. В городе впервые за 40 лет реконструируют городские очистные и канализационные сооружения. Программа большой модернизации системы водоснабжения и водоотведения рассчитана до 2019 года. Она обеспечит не только качество коммунальных услуг, но и существенную экономию на электроэнергии и расходах на ремонт сетей. Сюда, на городские очистные сооружения, поступают сточные воды с 28 насосных станций со всей Самары. И здесь же они превращаются в воду, которая, как показывают исследования, чище, чем в Волге. Это результат масштабной программы модернизации, которую проводят самарские коммунальные системы. В этих огромных бассейнах-аэротенках происходит основной этап очистки воды. Сточные воды постоянно аэрируются и смешиваются с активным илом, где живут особые бактерии – тихоходки. Именно они трудятся над очисткой воды. На самарских очистных сооружениях таких бактерий 30 видов. Для очистной станции это первая реконструкция за 40 с лишним лет. Здесь заменили воздуходувки, которые обеспечивают кислородом трудолюбивые микроорганизмы, и построили две новые насосные иловые станции. Результат реконструкции – улучшение очистки источных вод и снижение расходов электроэнергии на 20%. За три года 1,2 млрд вложений в инвест-программу дал свои результаты. Поэтому я очень надеюсь, что и жители города чувствуют, что у нас и снижается аварийность, и уменьшается количество засоров и количество потерь, в том числе и на сети. Очень большой объем работ произведен, и мы сегодня видим, внедрены именно такие научно-технические новшества. Это, конечно, позволит нам и обеспечивать нормальную экологию у нас в регионе. Все средства инвестиционной программы, которые вкладываются, они дают, безусловно, очень хороший положительный эффект. Модернизация систем водоснабжения и водоотведения – пример государственно-частного партнерства. Инвестиционная программа СКС рассчитана на 7 лет. Совершить реконструкцию очистных сооружений планируют в следующем году. Марина Кравцова, Максим Гусев. События. Далее коротко о других темах дня. В субботу в Самаре произошел крупный пожар. Горел магазин-кафе «Светлячок» на Киевской. По словам продавцов, на первом этаже внезапно погас свет, и в следующий момент они почувствовали запах горящей электропроводки. По оценке прибывших, через три минуты пожарных произошло короткое замыкание в кафе на втором этаже. Местные жители утверждают, что заведение общепита не работает уже почти полгода. Во время тушения огня и разборки сгоревшего здания не появились владельцы ни магазина, ни кафе. На месте происшествия работали 14 единиц техники и 55 пожарных. Кафе спасти не удалось. Жертв нет. Курьезное и одновременно очень опасное происшествие случилось под Сызранью. По словам очевидцев, отдыхавшая компания решила покататься на ватрушке, привязанной к моторной лодке. На одном из виражей водитель моторки и пассажир с ватрушки одновременно вылетели из своих плавсредств и оказались в воде. В результате лодка стала плавать кругами. Хозяева моторки подплыли на другом катере, однако так и не решились остановить взбесившееся судно. Лодка нарезала круги до тех пор, пока не закончился бензин. В результате странного инцидента никто не пострадал. В сети появилось свежее видео строительство Фрунзенского моста. Сейчас возведены три из восьми опор. Возведение конструкции через озеро Банное завершено. В данный момент там приступили к устройству пролетного строения. Также ведутся работы по строительству двух транспортных развязок на Фрунзе и на улице Шоссейной работы по отсыпке тела насыпи автомобильной дороги на левом берегу реки Самара. Напомним, что недавно масштабное строительство отметило юбилей. 250 дней со дня начала строительства. 8 августа изменится расписание нескольких самарских пригородных поездов, следующих по маршруту Самара, Жигулевское море Самара, сообщает пригородная пассажирская компания. Изменения произойдут в связи с ремонтными работами на перегоне Старосемейкина-Водинское. И будут они действовать с 8 по 14 августа. Аномальная жара сохранится в Самаре как минимум до середины недели. Впрочем, возможны дожди. Как предупреждают синоптики, первая декада августа по температурному режиму ожидается на 2,5-3 градуса выше средних многолетних значений. Температура поднимется до 33 градусов по Цельсию. Вероятность дождей велика уже во вторник, а также в конце недели. Специалисты предупреждают о сохранении высокой пожароопасности в регионе. Не просто подсластить жизнь, а оказать реальную поддержку. Самарская гильдия строителей сотрудничает с Центром помощи детям, оставшимся без попечения родителей. О том, как это повлияло на жизнь воспитанников, расскажет Андрей Горгуленко. Сделать маникюр не хуже, чем опытный мастер. А если надо, то и массаж рук. Теперь 18-летняя Настя профессионал своего дела. Признается, ремесло освоила с помощью благотворителей. Хотела пойти либо на работу, либо еще что-то. Мне предложили пойти учиться на ногтевого мастера. Отучилась. Они мне в этом помогли, направили, нашли место, оплатили. Прям договорились. Я пришла, меня просто ждали уже, обучили, я ушла. Самарская гильдия строителей с января 2016 года сотрудничает с детским домом. Закупает для воспитанников спортивный инвентарь, помогает найти для них репетиторов или устроится на работу. Представители гильдии понимают, насколько это важно. И рады возможности сделать жизнь ребят лучше. А детей надо любить. Просто вот и все. Самое главное, это мы занялись их дополнительным обучением. И они успешно закончили год. Это просто сама даже директор говорит, у нас первый раз вот такой результат. В апреле этого года воспитанники центра приняли участие в познавательном проекте «Краеведческий экспресс». Школьники ездили по экскурсионному маршруту «Самара», «Тольятти», «Самара». Руководители центра отмечают, такие проекты важны для детей. Идут именно такие проекты, которые заставляют детей думать, работать. То есть не вот на тебе шоколадку, сладость, сок и так далее, а вот тебе возможность получить знания, вот тебе возможность трудоустроиться, значит, получить заработную плату, знать, как это делается. Что для того, чтобы что-то получить, нужно приложить усилия. Главное, говорят организаторы благотворительных проектов, подготовить воспитанников к тому, что за воротами детского дома им придется строить свою жизнь самостоятельно. Андрей Горгуленко, Марина Кравцова, Василий Колдашов, Артем Сулайманов. События. Про них говорят железный характер и железная дисциплина. 10 тысяч человек, что трудятся в Самаре на поездах, станциях и вокзалах, отметили свой профессиональный праздник. Торжества, посвященные Дню железнодорожника, завершили в Самаре на минувших выходных на второй очереди набережной. Репортаж Алины Чемерес. Свой профессиональный праздник Артем Пурыгин и его коллега Денис Чуйков начали с дружеского поединка за игровым столом. Участвовать в торжествах, семьями, на День железнодорожника – добрая традиция. Оба в профессии уже почти 10 лет. Пришли в нее по стопам родителей, бабушек и прабабушек. Теперь, говорит Артем, на плечах большая ответственность. Когда-то бывает, что и головы не поднять. Сидишь в кабинете, разбираешься с работой. Когда-то вроде полегче бывает. По-разному. Люди, которые связали все-таки свою жизнь с железной дорогой, они всю жизнь здесь и работают. Вот я просто знаю работников, которые пытались уходить с железной дорогой куда-то на другие производства, но потом все равно возвращались, потому что, ну, это уже состояние души. Спортивные соревнования, настольные игры, шуточные эстафеты – вторая очередь набережной в этот день превратилась в парк развлечений. Гости праздника смогли сделать снимок на память в фотобудке и даже попробовать сухой газировки. Украшением торжеств стали выступления самарских творческих коллективов. Отпраздновать День железнодорожника предлагают и всем жителям города. Любой желающий может построить башню из брусочков, да так, чтобы она не развалилась, и сыграть в шахматы гигантскими фигурами. Развлекательные площадки в праздничный день работали до позднего вечера. Завершились торжества большим концертом. Алина Чемерис, Константин Головин, События. Единственная из Самарской области. Жительница Новокуйбышевска Милана Жарехина вышла в финал национального отборочного конкурса исполнителей детской песни «Евровидение». Всего на право представлять Россию на международном конкурсе сейчас претендуют 16 человек из разных регионов страны. Милана в их числе. Впереди у финалистов решающее прослушивание. Оно состоится 15 августа в Международном детском центре «Артек». А пока поддержать землячку можно с помощью бесплатного голосования на официальном сайте детского «Евровидения-2016». Наша съемочная группа побывала на одном из концертов финалистки. Небольшая передышка в двухчасовой пробке и снова на сцену. Концерт за концертом и так уже на протяжении месяца. 11-летняя Милана привыкает к большой сцене. С каждым разом получается все лучшее поддерживают зрители. Петь девочка начала в 6 лет. Поняла сцена и вокал ее призвание. Музыка – это моя жизнь. Я без нее не могу. Я каждый день пою и в ванной, и просто хожу по квартире, пою. Я не могу без этого жить. Самое главное – настроиться, трудиться, еще раз трудиться. И тогда, мне кажется, все получится. Неди любви, неди надежды, неди добра, неди добра. О-о-о-о, оглянись здесь. Реки повернули течение, еще в душе идут на сновенья. О-о-о, о-о-о, оглянитесь. Оглянитесь. Именно с этой песни Милана Жарехина прошла финал национального отборочного тура. Там она встретится с 15 подростками из разных регионов страны. Конкуренция сильная, говорит музыкальный педагог Елена Казакова. Но стать первой у Миланы есть все шансы. Нам очень нужна поддержка всей нашей области, потому что ребенок представляет не только город Новокоджевский, но и Самарскую область. Она единственная из Самарской области представительница в финале детского Евровидения. Когда вокалисты говорят о интонировании, чтобы ребенка научить правильно попадать в ноты, чисто петь тот мотив, который есть в песне, то Милане это дано от природы, это дар. В финал национального отбора Милана выходит уже не впервые. В прошлом году была попытка победить в дуэте. Но соперники оказались сильнее. Несмотря на это, юная певица не отчаялась и пошла дальше. Ведь на протяжении всего творческого пути ее поддерживает самый родной человек. Надо просто помочь ребенку найти то, что ему интересно. Если еще потом его увлечение станет работой, то вообще счастливый человек получится. Это очень здорово. Мы волнуемся все время, конечно. И когда она в полуфинале участвовала, и когда назвали ее фамилию, это были такие чувства. Теперь поволноваться придется и на финальном прослушивании, которое пройдет 15 августа в Международном детском центре «Артек» в Крыму. Жюри Игорь Крутой, Лев Лещенко и Ирина Дубцова будут оценивать по всей строгости. Повлиять на результат могут все жители России, в том числе Самарской области. Проголосовать за Милану Жарехину совершенно бесплатно можно на официальном сайте Детского Евровидения 2016. Павел Баймаков, Константин Головин. События. Романтично, азартно и модно. В Самаре растет интерес к парусному спорту. Становится больше яхт-клубов, их уже больше десяти. А прогулка на яхте – одно из самых популярных развлечений на Волге летом. Активный вид отдыха для многих становится образом жизни, что и произошло с героями нашего следующего сюжета. Прямо с яхты Олеся Корецкая. Есть мнение, что управлять яхтой очень сложно, это могут только мужчины. Однако сами любители парусного спорта говорят, что это верно лишь отчасти. Среди них много успешных женщин-спортсменок. Ну, я даже пробовать не буду, останусь как пассажир. Яхта – это серьезно, это любовь на всю жизнь, говорит Илья Железин. Легкая снаружи, комфортная и безопасная по сути. Яхта может ходить на большие расстояния. Яхта имеет киль, очень прочный, который выходит вниз в воду. Позволяет яхте быть очень устойчивой к любой силе ветра практически, кроме, конечно, штормовой, и ходить по нужному курсу. Илья серьезно влюбился в этот вид спорта несколько лет назад, во время Жигулевской кругосветки. Свою мечту под парусом приобрел далеко от Самары, в Швеции. Говорит, там судно лучше. Почти половина страны имеет яхты и знает в этом толк. Свою ласточку перегонял по Балтийскому морю через Санкт-Петербург. 5 тысяч километров, 31 день плавания. В опасном путешествии Илье помогал друг и наставник по парусному спорту Егор Иванов. Соглашались многие на самом деле и говорили, да, мы погоним яхту, но до дела это не доходило. Илья позвонил через несколько дней, сказал, ну что, мы берем билеты? Я говорю, да, берем. Мы поехали, выбрали лодку, пригнали ее сюда по весне. Звучит легко. На деле надо иметь огромный опыт управления парусным судном и знать навигацию. Егор Иванов увлекается парусным спортом с 9 лет. На воде времени проводит больше, чем на суше. Яхтеры говорят, в Самаре парусный спорт развит не сильно, а зря. Все условия позволяют. Рядом Волга и Жигулевское море. Можно выйти, например, в пятницу вечером и уйти, например, в Тольятти, уйти под Сызрень. Можно устроить дальнобойный поход в тот же самый Саратов или Волгоград. В этом году Илья с семьей переехал в Москву. Как только оказались в Самаре, сразу на яхту. Говорит, она дарит ощущение свободы и единства с природой. Пока просто отдыхают, но впереди большие путешествия. На яхте можно объехать весь мир. Олеся Корецкая, Артем Сулайманов, События. Далее новости спорта. И я передаю слово Сергею Кизоркину. Самара выставила 12-го спортсмена на Бразильскую Олимпиаду. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро выступают не 11, а уже 12 самарских спортсменов. К команде присоединилась Ирина Заблудина. Диудаистка узнала об этом уже в день жеребьевки олимпийского турнира. Место освободилось после дисквалификации одной из конкуренток. В 1-16 финала Ирина Заблудина 8 августа понедельник встретится с Дарциной Мануэль из Новой Зеландии. Самарский мастер спорта международного класса уже боролась на Олимпиаде 2012 и стала седьмой. За это время Заблудина успела стать двукратной бронзовой призеркой чемпионата Европы и выиграть бронзу турнира из серии «Большого шлема». Тольяттинская теннисистка Дарья Касаткина преодолела первый барьер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Первой соперницей на корте у Касаткиной оказалась малоизвестная представительница Туниса Онс Жабер. Она – 181-я ракетка мира. Дарья входит в тридцатку сильнейших. Тем не менее, матч получился тяжелым. Первый сет Альяттинка проиграла 3-6, второй взяла на тайбреке 7-6, третий с легкостью выиграла 6-1. На очереди у Касаткиной китаянка Джен Сайсай, которая в двух партиях победила четвертую ракетку Олимпийского турнира «Польку Агнешку Радваньскую». Самарские паралимпийцы удачно выступили на чемпионате России по легкой атлетике. На их счету шесть медалей. В Чебоксарах им составили конкуренцию 300 спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Валерия Фомина в толкании ядра стала бронзовым призером. Николя Радамакина в прыжках в длину заняла первое место. Вероника Доронина стала четырехкратной чемпионкой, победив гонки на колясках на дистанциях 100, 200, 400 и 800 метров. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. И болейте. Но только за сборную России на Бразильской Олимпиаде. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего доброго, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин